Мы сегодня представляем новое направление хлебов, которые без химических добавлений, на натуральных заквасках. Кондитерские изделия новиночки, молочная девочка, карамельная девочка, различные у нас тарты. Мучные девочки с начинками собрали вокруг себя аншлаг. На витринах порой теряются среди изобилия ассортимента. Сейчас настал их черед привлекать натуральным составом новых покупателей и удивлять постоянных. Благовещенка Марина Чеснокова в магазинах незнакомой продукции не доверяет. Новинки готова пробовать только у проверенных временем амурских производителей. Мы попробовали и выпечку от амурского кулинара. Не отходили бы от этого прилавочка. Почему? Потому что очень вкусно. Очень вкусно. Ну, конечно, и внешний вид. Ну и самое приятное, что нам знакома эта продукция. Мы ей все время пользуемся. И, в принципе, ну как, она, конечно, нуждается в рекламе, но тот, кто ей пользуется, очень рад увидеть ее и на презентации. На ней собрались самые активные и продуктивные компании региона – участники проекта «Покупай Амурское». Консервы, молочку, мясные и рыбные деликатесы представляют на областной акции во второй раз. Стараются стать узнаваемыми не только в регионе, но и вытеснить дальневосточных конкурентов. Для этого регулярно совершенствуют меню. Рецепторы смотрим, да, чтобы более привлечь разные виды тех же салатов, да, то есть там с баклажанами, где-то там с кукурузой. Недавно стали делать салаты под запайку, то есть оно позволяет более долго сохранять продукт свежий. То есть там удаляется оттуда кислород аппаратом специальным и пищевая смесь туда вводится газовая. На упаковку в дальнейшем производители планируют нанести специальный знак качества, сделанного в Амурской области. Региональным брендом с начала года заинтересовались больше 20 предпринимателей. Бренд сделанного в Амурской области направлен на узнаваемость наших организаций. Следует отметить, чтобы получить право на использование этого знака, необходимо получить и пройти добровольную сертификацию. Именно за счет нее подтверждается качество этой продукции. То есть это дополнительная гарантия нашему потребителю, что он кушает и ест вкусную, качественную продукцию. Помимо товаров, благовещенцев беспокоит и качество услуг. По этим вопросам во время форума консультировали специалисты сферы финансов ЖКХ социальных ведомств. Я недоволен услугами, за которые плачу деньги и решил не платить за эти услуги, потому что они некачественные. Меня принуждают продолжать платить, а выхода нет из этой ситуации. Это долгий муторный путь, на который не у всех есть вообще время, у работающих людей. Поэтому я и пришел сюда поинтересоваться, может быть есть какое-то максимально быстрое решение. Традиционно это сфера услуг, потому что она наиболее востребованная. Но это основной, он традиционно сложился. Мы ходим в магазины, общественное питание. Вот этот сектор наиболее проблемный, поэтому мы на него обращаем внимание. Но наряду с этим и сфера оказания жилищно-коммунальных услуг, сфера связи, финансовые. Тут аспектов вот этого потребительского рынка очень много. Форум по защите прав потребителей прошел в Благовещенске впервые. Организаторы уверены, станет регулярным, чтобы как можно больше горожан научились разбираться в качестве товаров и услуг, отстаивать свои права в случае, если их нарушают. Екатерина Борисова, Максим Яценко, программа «Город». Спасибо. 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 Спасибо.